На выставочной площадке последние достижения в сфере энергетики. Показать и рассказать о новых технологиях в этой области сегодня готовы полсотни предприятий из 14 регионов страны. Сюда они привезли свои новые идеи и разработки. Вот все, что представлено на выставке, это используется на самом деле в обиходе. То есть вот у меня давно стоят, так сказать, автоматические выключатели, которые реагируют на движение. То есть если человек проходит, они включаются, значит, если человека нет, выключаются. То есть это вот вроде мелочи, на самом деле это все экономит электроэнергию. То же самое по тепловой энергии. Также использование счетчика гораздо выгоднее. На стенде Пермской компании счетчики самых последних модификаций. Этот для квартир способен подсчитать расход тепла в помещении. Эти для общедомовых нужд. Умный прибор сам способен регулировать подачу отопления в квартир жильцам. На нем вы задали температуру 20 градусов. Всеми известными, всеми вспомогательными средствами, то есть клапанами, приводами, всеми приборами установленными в узле учет дополнительно этот прибор будет регулировать. Если тепла будет поступать много, прибор видит, что жарче, чем вы установили 20 градусов, то, соответственно, он будет прикрывать подачу тепла, соответственно, в автоматическом режиме. Свои разработки предприятия «Новаторы» показывали экспертам. Выставка для участников – возможность продемонстрировать свой потенциал в области энергетики. Для предприятий, впрочем, и для частных лиц разработки эти взять на вооружение. Сегодня курс всех российских регионов – набережное отношение к энергоресурсам. Поскольку наш регион является энергодефицитным, мы производим только одну треть электроэнергии. Поэтому, естественно, это актуально для нашего региона, как и для страны в целом. По двум пути идем, наращиваем мощности. И второй, наиболее эффективный, менее затратный – это экономия электроэнергии. Участники рассчитывают не только на обмен опытом. Только в прошлом году здесь заключили десятки контрактов. Выставка продолжит работу до 11 октября. Анастасия Редько, Максим Кузнецов, телеканал «Моя Удмуртия». В течение трех выставочных дней участники из 14 регионов России демонстрировали свои разработки в области энергосбережения. В Удмуртии очень необходимо применение этих энергосберегающих технологий, потому что у нас республика промышленная, очень много промышленных предприятий, у которых, скажем, большие энергозатраты. Что такое альтернативный источник отопления? Чем светодиод лучше обычной лампочки? И главное, как сэкономить электроэнергию? Но уха у этого участника энергия альтернативная. С помощью такой установки ветра и солнца можно обогреть небольшой дом. Мы не ожидали такого большого интереса именно к этому направлению. Очень многие подходят, спрашивают, как это. Они все интересуются. И я думаю, что еще пройдет год-два, люди уже дойдут до того, осознают, насколько это важно, изменить свое отношение к той энергии, которая даруется нам от солнца, от ветра. А эти приборы – большой подспорь для коммунальщиков. С их помощью местные причины прорыва сетей можно определить гораздо быстрее, чем при обычной диагностике. Заключены договора, договора даже так, скажем, на поставку тепловизионных комплектов, заключен договор на поставку узла учета пара на одно из предприятий города Ижевска. И пока все. Но надеемся, что еще интересы, которые были, которые были, контакты взяты, будут реализованы в вашем регионе. За три дня выставку посетило более трех тысяч специалистов промышленной и энергетической отрасли не только у Думуртии, но и регионов России. Порядка 50 деловых переговоров провело каждое предприятие. 7% предприятий заключили уже на выставке контракты. 23% предприятий заключили протоколы о намерениях. В целом сумме их было около 230. Энергосбережение, привлечение инвестиций и внедрение передовых технологий в отрасль – одни из главных задач для региона. А выставки, несомненно, являются эффективным инструментом для их решения. Яна Городилова, Александр Широбоков, телеканал «Моя Убмуртия».